МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, друзья, совершилось! Мы в Красноярске, и вот я третий раз. И, наконец-то, мы дошли до музея-усадьбы Василия Ивановича Сурикова, великого русского художника, чье имя знает весь мир. Именно в этой усадьбе в Красноярске проживал свою жизнь Василий Иванович Суриков. Поэтому давайте пойдем, послушаем экскурсию и еще раз возобновим в памяти насыщенную творческую жизнь этого великого русского художника. Пойдемте. Смотрите, здесь очень прикольно. Чтобы открыть ворота, нажмите лапку, она слева от вас, на уровне опущенной руки. Та-дам! О, да! Ставлю сотку, что это памятник Василию Ивановичу Сурикова. Здравствуйте, ребята. Я руководитель музея-усадьбы. Очень рады, что вы наконец-то у нас оказались. Потому что вся культурная жизнь в Красноярском, собственно говоря, отсюда и пошла. Так и есть. Так и есть, да. Это вообще без всякого сомнения. То есть то, что сделал для культурной жизни города Суриков, ну, наверное, никто больше бы не смог и не сделал. Поэтому сейчас я позову нашему замечательному экскурсию. Он вас проведет. The best one. Лучшего. С нетерпением. С нетерпением ждем. Начнем мы осмотр дома со второго этажа. Здесь ближе познакомимся с творчеством художника. Благодаря сохранившимся работам Василия Ивановича. В нашем музее хранится более сотни подлинных этюдов, зарисовок, портретов, пейзажных работ художника. И первая такая работа, с которой мне хотелось бы вас познакомить, это «Старый Красноярск». Пейзаж, написанный Василием Ивановичем в 1914 году, во время последнего визита художника в свой родной город. И на этой работе он изображает самый центр города Красноярска. Вид с караульной горы на центр города. Данная работа очень хорошо просто показывает, насколько сильно изменился город с начала XX века по сегодняшний день. С караульной горы, где сейчас расположены часовни по Роскеве Пятницы, открывается замечательный вид на город. Но здесь можно заметить, что город в основном был деревянный. Деревянная застройка, и только церкви возвышаются над этой самой деревянной застройкой. Да, слева вы можете увидеть Троицкую церковь, вокруг которой расположено Троицкое кладбище. На этом кладбище похоронена мама художника Просковья Федоровна, а также его младший брат Александр. Выше на работе вы можете увидеть вдалеке виднеется село Торгашино, и оттуда родом была мама художника Просковья Федоровна. Она была из старинного казацкого рода Торгошиных, по фамилии которых и названо это село. Казаки из села Торгашино занимались тем, что возили чай из-за границы в европейскую часть России. Да, Василий Иванович часто ездил в гости к своим родственникам в село Торгашино на различные праздники. И его детство художника мы с вами перейдем сейчас в следующий зал и поговорим в акварельной комнате. Вот здесь хоть что-то соответствует эскизам того времени, убранству дома? Дом практически в стопроцентной своей сохранности находится. Интерьеры дома восстановлены по воспоминаниям внучки художника Натальи Кончаловской. И большая часть работ представленных, в частности здесь на втором этаже, это работы из семейной коллекции художника. Ну, то есть принадлежавшие непосредственно семье Василия Ивановича. Здесь в акварельной комнате вашему вниманию представлены ранние работы Василия Ивановича. Маленький Васенька с шести лет начал уже активно рисовать, портил стулья в родном доме. На софьяновых стульях человечков и лошадок рисовал краской, за что часто получал от мамы, конечно же. Здесь над этим деревянным креслом вы можете увидеть два этюда в данном случае, два портрета, написанных Василием Ивановичем в возрасте 11-12 лет примерно. На них вы можете увидеть родственников художника. Слева дядя Марк Васильевич Суриков, справа двоюродный дедушка Александр Степанович. И благодаря этим портретам видно, что и по отцовской линии Василий Иванович был тоже казаком, чем очень сильно гордился на самом деле. Также здесь в акварельной комнате вы можете увидеть ранний пейзаж художника, это Платына Енисея. На сегодняшний день это самая ранняя датированная работа художника, известная на сегодняшний день. 1862 годом она датируется. 14 лет. 14 лет было все верно ему. Он учился в уездном училище, и первым учителем рисования маленького Васеньки был Николай Васильевич Гребнев, преподаватель, которому Василий Иванович на протяжении всей жизни был очень сильно благодарен. Его первый учитель и его наставник Николай Васильевич часто брал с собой юного Васеньку на пленеры. Здесь вы можете увидеть как раз пейзаж с одного из таких пленеров. Теперь мне бы хотелось показать еще несколько работ. В противоположном углу представлены копии из гравюрок, выполненные Василием Ивановичем. Правда, в чуть более позднем возрасте, в возрасте 18-20 лет. Подобные работы художник выполнял, но изначально Николай Васильевич Гребнев также просил Василия перерисовывать изображения из различных журналов. Тем самым художник мог практиковаться. Как будто принт, да? Да, действительно, складывается такое впечатление. Такая детализация вообще самочувствующая. Самое интересное, что именно эти самые копии из гравюрок были отправлены из Красноярска в Петербург для поступления Василия Ивановича в Императорскую Академию Художеств. И дело в том, что семья Суриковых жила очень небогато. Особенно после смерти отца художника, Ивана Васильевича, он работал налоговым инспектором в селе Сухой Бузим. Это 40 километров от Красноярска. На тот момент времени, когда умер папа, Васеньке было всего лишь около 11 лет. Он был совсем маленьким. И мама художника для того, чтобы поддерживать финансовое состояние семьи, приняла решение сдавать верхний этаж дома квартирантам. Здесь обычно жили другие семьи, да. Так вот, для того, чтобы помочь матери после окончания школы, Василий Иванович идет работать писарем в губернское правление здесь, в Красноярске. И благодаря своей работе знакомится с губернатором Павлом Замятниным, человеком, который увидел талант юного художника и предложил отправить эти самые гравюрки в Петербург. Причем знакомство с губернатором было достаточно интересным. Юный писарь Суриков на одном из документов нарисовал муху. Ну, это легенда такая. И эта муха настолько реалистично получилась, что когда этот документ попал на стол губернатору, он не сразу понял, что она нарисована. Пытался ее убить. Ну, да, либо убить, либо смахнуть с листа, чтобы она улетела. Он просто в раздумьях ходил по кабинету, занятый своими мыслями, и, проходя мимо стола, смахивал ее. Но понял, что она никуда не улетает, когда обратил внимание, понял, что она нарисована, попросил вызвать ему на ковер этого проказника, но вместо того, чтобы наказать художника, попросил принести и другие работы Василия Ивановича. На что художник принес эти самые гравюрки, и они уже были отправлены в Петербург. Из академии пришел ответ, что Василий Иванович может поступить, но, к сожалению, только не на казенный счет. Поступил не на бюджет, на платную основу, как современным языком, если выражаться. Так вот, денег на поступление, на обучение у семьи Суриковых не было, а губернатор Замятнин часто собирал в своем доме элиту города Красноярска, людей известных, богатых, влиятельных. И на одну... Все кончается. Да. На одной из таких встреч он предложил поддержать молодого художника в складчину, чтобы эти люди сложились, собственные деньги потратили на обучение Василия Ивановича. Вызвался Петр Иванович Кузнецов, известный красноярский купец, золотопромышленник, владелец целых трех золотых приисков в Хакассии. И Петр Иванович единолично проспонсировал молодого художника и полностью оплатил все его затраты на обучение. И вместе с обозом, то есть на повозке, Василий Иванович в 1868 году в декабре отправляется из Красноярска в Петербург. Это приключение у Василия Ивановича, путешествие. Сколько по времени? Три месяца Василий Иванович добирался. Три месяца. Зимой. Зимой, не говно, да? С декабря по март. А, бомбит. Ну, вы представляете, вот вдумайтесь, это благодаря тому, что Кузнецов поддержал Сурикова, Кузнецов пошел в историю. Это потрясающе. Нет, он и так известный, потому что все равно сейчас его знают. Конечно, да. Именно благодаря тому, что он ему помог. Здесь в акварельной комнате представлены два академических этюда. Выполнены они во время обучения Василия Ивановича в Петербурге. Он часто гулял по городу с целью написания пейзажей города. Старался запечатлеть какие-то бытовые моменты, образы людей. Кстати, да, здесь замечательная фотография. Эта фотография сделана за три дня до отъезда Василия Ивановича в Петербург для поступления. Она у нас здесь неспроста. Дело в том, что рядом с фотографией вы можете увидеть портрет младшего брата художника, Александра Сурикова. И он написан спустя четыре года обучения Василия Ивановича в Петербурге. Дело в том, что в 1873 году Василий Иванович на летние каникулы едет в Сибирь попроведывать родных, навестить маму, младшего брата. И также по рекомендации врачей, которые говорили, что Василию Ивановичу необходимо отправиться в Степины кумыс подлечиться. Дело в том, что у него начались проблемы с легкими. Он, как и отец художника, страдал туберкулезом. Поэтому нужно было лечиться, восстанавливаться. Многие легочные болезни того времени лечили лошадиным, точнее, кобылеем молоком с кисшим кумысом. Так вот, найти его можно было где? В Хакасии, конечно же. На золотых приисках Кузнецова. И у него было много, этого молока. И Василий Иванович по приглашению своего спонсора едет в Сибирь погостить некоторое время на золотых приисках близ села Аскиз. Погостив в Сибирь, Василий Иванович едет обратно в Петербург заканчивать обучение в Академии. После чего получает свой первый крупный заказ на роспись храма Христа Спасителя в Москве. На стенах этого храма он писал 4 фрески, 4 Вселенских собора. И благодаря этому заказу он получает возможность перебраться из Петербурга, из столицы в Москву, которая привлекала художника своим духом истории и тем, что напоминало больше о его родной Красноярске. И мы с вами сейчас перейдем в следующий зал, который называется Московская комната. Проходите, пожалуйста. Мы перешли с вами в Московскую комнату. И именно в Москве начинается самостоятельная творческая жизнь художника. Начало его творческой карьеры, можно сказать. После Академии. Да, после Академии. Первая его большая работа, это, конечно же, Утрострелецкой казни. Его самостоятельная работа после фресок храма Христа Спасителя. Помимо этого, Москва для художника становится началом его семейной жизни. Из Петербурга он приезжает не один, а вместе со своей молодой супругой Елизаветой Августовной. Портрет которой представлен здесь, в данном зале. Благодаря этому портрету очень хорошо видно... Грустное, бледное, дадо лицо, грустные глаза. Да. Тоска. Видно, что Елизавета Августовна выглядит очень болезненной. И Василь Иванович очень хорошо передал самочувствие своей любимой супруге. Он очень любил Елизавету. Ласково ее называл Лилечка. И несмотря на очень тяжелую болезнь Елизаветы Августовны, все-таки в семье Суриковых родились двое дочерей. Портреты дочерей художника представлены на данной стене. Слева и сверху старшая дочь Ольга. Справа Елена, младшая дочь Василь Ивановича и Елизаветы Августовны. На нижнем портрете снова супруга. И снова болезнь. Да. Василь Иванович писал эти портреты уже ближе к смерти своей супруги. Дело в том, что одно из путешествий семьи Суриковых закончилось большой трагедией. Уже в конце 80-х годов Василь Иванович решил познакомить свою супругу и дочерей с родственниками здесь, в Красноярске. Погостив некоторое время в Красноярске, в родном доме, уже на обратном пути. Да, здесь, прямо в этом доме. Навестив маму, брата, живущих здесь. На обратном пути, уже возвращаясь из Красноярска в Москву, Елизавета Августовна в очередной раз очень тяжело заболела. Несмотря на помощь со стороны врачей, которых лично подбирал Михаил Петрович Черинов, профессор медицинских наук, данный портрет был написан в благодарность за оказанный уход самим художником. И несмотря на эту помощь, Елизавету Августовну, к сожалению, не удалось спасти. 8 апреля 1888 года ее не стало. Василий Иванович после ее смерти, после ее кончины, на долгое время перестает писать. Единственный человек, кто смог поддержать художника в этот тяжелый период, это его родной младший брат Александр. И он едет в Москву, из Красноярска в Москву. Единственный раз в своей жизни покидает пределы Енисейской губернии. Брат. Брат, да. И для того, чтобы поддержать старшего брата в Москве и пригласить того, пожить некоторое время здесь, в родном доме в Красноярске. На что художник соглашается, конечно же, и вместе с дочерьми снова возвращается в Сибирь. Я вас приглашаю в следующий зал, в мастерскую художника. С удовольствием. Приезжая после смерти супруги в родной дом, Василий Иванович в этом зале устраивал себе мастерскую. Просковья Федоровна, напомню, сдавала верхний этаж дома квартирантам. И обычно здесь жили другие семьи, но на время приезда сына она, конечно же, отказывала им. И сюда селился сам Василий Иванович вместе с дочками. Так вот, после смерти супруги, картина, после которой Василий Иванович уже основательно берется снова за работу, так скажем, перерождается, можно сказать, это картина «Взятие снежного городка». Своеобразная арт-терапия для художника, если так можно выразиться. Именно при написании «Взятие снежного городка» Василий Иванович снова почувствовал вкус жизни. Вы должны понимать, что это плакат, опия, опорный такой за русском языке. Все верно, да. Воронгигантский, три метра. Три на полтора. Три метра на полтора. Да. А это уже просто печать. Да, это, ну, в нашем музее хранятся, собственно, подлинные этюды. Этюды – это небольшие подготовительные работы перед написанием уже непосредственно самого полотна. Здесь вы можете их увидеть. Под этюдами у нас в витрине вы можете увидеть этюдник Василия Ивановича. Небольшой чемоданчик с необходимыми инструментами. Во всех путешествиях Василий Иванович продолжал писать. И сам говорил, что если хороший охотник не выйдет в лес без ружья, хороший художник не выйдет из дома без этюдника. Например, когда он взялся за работу Степан Разин, он отправляется в путешествие по Приволжью и Придонью и пишет серию этюдов уже к этой картине, где изображает, конечно же, образы казаков. Здесь, на центральном этюде, вы можете увидеть портрет Гребца с картины Степан Разин. В этом же путешествии художник занимается изучением своей родословной. В одном из журналов написали, что Суриков из ссыльных стрельцов, что его сильно задело, и он решил доказать всему миру, что он настоящий казак. Среди донских казахов находит своих родственников. Приходит к выводу, что в Сибирь его предки прибыли вместе с Ермаком, среди первых покорителей Сибири. И, подчеркивая свое казачье происхождение, на своем автопортрете Василий Иванович изображает себя в традиционной казачьей одежде в красном казакине. Как настоящий казак, Василий Иванович с детства умел играть на гитаре, пел казачьи песни под гитару, конечно же. И с этого началась его любовь к музыке. Любимым композитором художника, например, был Бетховен. Бюстик Бетховена представлен на рабочем столе здесь, в мастерской. А также сборник сонат Бетховена представлен на нижней полке в шкафу в центре зала. Лунную сонату Василий Иванович перевел на гитарную табулатуру и умел играть на гитаре. Будучи студентом Академии художеств, устраивал достаточно масштабные концерты для широкой публики вместе с другими именитыми музыкантами. Играли в две гитары и собирали, можно сказать, полные залы. Здесь же в мастерской еще представлен сундук. Сундук принадлежал также Василий Ивановичу, и в нем перевозилось все. Это подлинник, подлинник. Да, принадлежавший самому художнику. В нем перевозились этюды, краски и необходимые инструменты. И Василий Иванович во всех путешествиях продолжал писать. Конечно, все это нужно было с собой перевозить. Далее мы с вами пройдем сейчас в коридор, где увидим пейзажи, написанные во время путешествий. Крымские. Крымские пейзажи, все верно, да. Василий Иванович часто ездил в Крым поправлять свое здоровье. Это было для художника по синтетам. Ну да, но Василий Иванович, к сожалению, страдал туберкулезом, как и отец. И поэтому ему необходимо было восстанавливаться всегда. Ездил с дочерьми в эти путешествия, отдыхал, любил ездить в Крым. Ну и, конечно же, не забывал про родную Сибирь. Обожал, любил свою родину. И на противоположной стене, помимо еще одного крымского пейзажа в центре, вы можете увидеть и сибирские красоты на работах Василия Ивановича. Енисей у Стебазаихи, гора Бештак в Хакасии и Енисею Красноярска. Василий Иванович говорил, что западные леса – это зубочистки и щепки по сравнению с сибирскими лесами. И Альпы ни в какое сравнение не идут с сибирскими горами. Он ездил в Швейцарию, бывал в Альпах. Ему было с чем сравнивать, но все-таки Сибирь ему была намного ближе. Сейчас мы с вами перейдем в сибирскую комнату, заключительный зал второго этажа. И в этом зале мне бы хотелось поговорить побольше о семье Сурикова. Здесь вы можете увидеть семейное древо Сурикова, в частности. Василий Иванович находится у нас в третьем ряду. Вы можете увидеть рядом с ним и младшего брата, и старшую сестру Екатерину, и супругу Елизавету Августовну. В девичестве ее фамилия была Шаре, она наполовину француженка, девушка из городской такой семьи, так скажем. Практически полная противоположность самого Васильвановича, который был эмоциональным человеком, суровым, настоящим сибирским казаком. Решительным очень, она кроткая девушка, скромная. В этом браке родилось двое дочерей, Ольга и Елена, о которых мы уже говорили ранее. Ольга вышла замуж за Петра Петровича Кончаловского, тоже очень известного художника. В их союзе родились двое детей снова Наталья и Михаил. Наталья Кончаловская это мама известных российских режиссеров Андрея и Никиты Михалковых. Михалков-Кончаловский, конечно же, Андрей и Никита Сергеевич Михалков. А Сергей Михалков, отец режиссеров, это известный советский поэт. Да, да. Который, соответственно, написал гимн Советского Союза. Да, все верно. Гимн Советского Союза. И автор дяди Степа, например. Да, дяди Степа. Ну и, собственно, младший брат художника здесь. Вы его снова можете увидеть на очередном портрете. Благодаря этому портрету многие замечают сходство, что Никита Сергеевич Михалков, например, очень похож на Александра Сурикова в молодости. Вообще, это же просто копия. Ну да, общие черты есть, точно. Это получается его... Двоюродный прадедушка, так скажем. Да. А это дом? Все верно, вы правильно обратили внимание сейчас на эту работу. Все верно, да. Это акварельная работа, вид комнат первого этажа. Мы с вами сейчас спустимся как раз в эти помещения и сможем вживую увидеть то, насколько сильно или не сильно изменился. Это уже решать вам. Дом Суриковых с 19 века. С домом Суриковой мамы? Да, Прасковья Федоровна. Здесь вы можете увидеть хозяйский вход, в основном которым пользовались Суриковы. Под лестницей холодная кладовая для хранения продуктов питания. И важно то, что вы можете увидеть здесь саму кладку бревен. То, из чего сделан дом. Дом полностью из лиственницы. Лиственница обладает очень важным свойством. Она не гниет. Со временем становится только крепче, каменеет. Боже, да, затрагиваться? Ну, здесь в данном случае... Но это же оригинал? Да, подлинники. Ну, как, дом сохранился в своей практически стопроцентной сохранности. Вот, у тебя сейчас, может быть, Суриков так же стоял? Нет, он так не стоял. Он ниже вопросом был. А, он стоял вот так, я понял. Чуть-чуть ниже, да. Здесь, на вешалке, вы можете увидеть зонт, принадлежавший самому Василий Ивановичу. На первом этаже мы с вами сможем увидеть много очень вещей, принадлежавших самому художнику. И на полке в прихожей снова можем увидеть личную вещь Василия Ивановича. Это шляпа, принадлежавшая также художнику. И слева от полки на фотографии вы можете увидеть художника в этой самой шляпе. Вот вы прямо рядом с фотографией стоите за вашей спиной сейчас. Справа Василий Иванович, слева от него Петр Петрович Кончаловский, зять художника, муж старшей дочери Ольги. Ну и, собственно, здесь на первом этаже очень сильно заметно, что дом сильно отличается. Первый этаж сильно отличается от второго. Ниже потолки, маленькие окна. Если выглянуть в окно, складывается впечатление, что дом как будто бы усел и ушел под землю. На самом деле дом изначально строился на полтора метра заглубленный вниз. И первый этаж представляет из себя полуземлянку. И здесь это очень хорошо видно, благодаря этому каменному фундаменту, выступающему немного вовнутрь. Это необходимо для того, чтобы лучше сохранялось тепло в доме. В Сибири зимы очень лютые. Здесь в гостиной вы можете увидеть тот самый вид комнат первого этажа, который мы уже с вами видели. На акварельной комнате. Да. Ну и, собственно, в центре кухни русская печка. Вокруг печи большое количество различной кухонной утвари, принадлежавшей как семье Суриковых, так и квартирантам. Ну, конечно, очень уютно, да? Ну, в столовой, да. Я согласен с вами. Я очень, да, в столовой. Такая теплая деревенская обстановка. Да, это теплая деревенская, с другой стороны. Не бедно. Нет, ни в коем случае не бедно, да. Да, да. Фарфоровый сервиз, который вы можете увидеть в столовой в центре зала на круглом столе, это сервиз, принадлежавший самой семье Суриковых. Василь Иванович пил из этого сервиза, приезжая в родной дом, навестить маму и брата, конечно же. Справа на стене в гостиной, точнее в столовой, вы можете увидеть гитару, принадлежавшую Василь Ивановичу. На этой гитаре он играл для родных, близких и друзей здесь, в родном доме. Устраивал концерты. Это вот как раз флигель, о котором шла речь, да, для брата Александра. Гостевой дом, построенный в 1900 году на деньги художника, в качестве помощи брату, который денежную помощь не принимал, отправлял деньги обратно в Москву старшему брату. Видимо, Василь Иванович решил кардинально решить эту проблему, построив дом под сдачу, чтобы Александр мог продолжить дело мамы, сдачу комнат квартирантам и получать дополнительный доход. Сегодня очень интересно, жил достаточно скромно, в Москве не имел недвижимости, да, но зато поддерживал свою семью. Это было невероятное путешествие, Егор. Огромное спасибо. Пожалуйста. Путешествие началось в середине 19 века, да, закончилось в 16 году, в 1916, когда художник ушел из жизни. Мы здесь видим его памятник. Поэтому, друзья, если вы будете в Красноярске, ну, просто обязательно поставьте на карте пункт, что вы должны посетить дом-музей Василия Ивановича Сурикова. И я думаю, что Егор с огромным удовольствием, его коллеги, если Егора не будет, проведет вас по этому месту, где, конечно, до сих пор сохранилась невероятная энергетика. Вот, я даже ходил, у меня мурашки были по коже, огромное количество подлинников, этюдов. И это, конечно, впечатляет, впечатляет. Ну, вот очень интересно, да, еще упомянуть о том, что Суриков был один из самых богатых художников русских. Да. Один из немногих, кто был действительно богат при жизни, был признан, что очень интересно, он был признан еще совсем в молодом возрасте, сразу же практически после Академии. Его первая работа «Утрострелецкой казни» стала очень успешной, была продана Третьякову, об этом я уже говорил. Но самая дорогая картина художника – это «Покорение Сибири Ермакомы». Самая большая картина Василь Ивановича. Ее формат 3 на 6 метров. Представлена одна из версий этой работы, представлена в Русском музее в Петербурге. Она была продана в императорскую коллекцию за 40 тысяч рублей. Это колоссальные деньги на тот период времени. И на них можно было жить несколько лет точно ни в чем себе не отказывать. Это целое состояние. Василь Иванович очень бережливо относился к деньгам, стоит сказать. Несмотря на то, что его картины очень успешно продавались в коллекции известных коллекционеров, в музеи различные. Так вот, он так и не приобрел себе никакой недвижимости в Москве. У него не было своей собственной квартиры. Он постоянно переезжал с одной съемной квартиры на другую, жил в гостиницах, в друзей. Вел очень скромный образ жизни. Не позволял себе никаких роскошных ресторанов, роскошных номеров в гостиницах. Много путешествовал, и вот на путешествии он тратил действительно большие состояния. Человек, который оставил после себя невероятное наследие. Да. Невероятное наследие. Егор, спасибо огромное за это путешествие. Пожалуйста. Мы как будто побывали вместе с Суриковым и с его семьей в доме. Спасибо большое. Вам спасибо, что приехали. Друзья, всех ждем в музее заповедниче. Друзья, всех ждем в музее заповедниче.